Всем привет, мои дорогие друзья! Это Маргарита, вы на канале Наш Любим Питомник. Сегодня у нас будет такое расслабляющее видео. Просто посмотрим, понаблюдаем за малышом, как он кушает. Я вам немножечко расскажу, как наша проходит жизнь, что мы планируем в будущем сделать. Первое, с чего я хочу начать, обязательно, если вы смотрите это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, не забудьте и напишите какой-нибудь комментарий. Мне всегда очень приятно читать ваши комментарии. Я отвечаю абсолютно на каждый комментарий, и ваша поддержка очень для меня важна, поэтому, пожалуйста, не забудьте. И также я вижу, что многие смотрят мои видео без подписки, поэтому, если вам интересна тема шпицов, понаблюдать за нашей жизнью, за нашими щеночками, у нас на канале ожидается много всего интересного в будущем, то, пожалуйста, не забудьте подписаться. Итак, друзья, начинаем. Здесь вы видите щеночка по имени Марсик. Его так назовала наша одна подписчица. Он кушает, очень смешно, как-то так теребит маму, хотя молока у неё много, но, наверное, не знаю, ему так больше нравится. Наш малыш уже хорошо гуляет, ползает по гнезду, постоянно куда-то что-то исследует. Мама и щенок чувствуют себя очень хорошо. Малыш набирает веси, всё хорошо, хорошо развивается, у нас нет никаких проблем, чему мы очень рады. Также я прочитала недавно в комментариях наших под другими видео, что почему мы не подготовились к родам, не купили в России никаких препаратов. У нас так получилось просто, на самом деле, очень сложно что-то найти. Во-первых, с пандемией многие наши друзья не летают в Россию и из России. Здесь, в Голландии, очень сложно что-то найти. Здесь никаких таких препаратов сложных иметь дома нельзя для щенков. Точно так же, например, как здесь нельзя щенков вакцинировать, иметь дома антибиотики. Поэтому это только всё у ветеринарных врачей. И вот я выставила тоже видео на канале какое-то время назад, где я рассказывала про распаковку, что мы купили в голландском магазине имени для подготовки беременности собак. Можете его посмотреть, я вам оставлю здесь вот напоминание об этом. Можете тоже его посмотреть и увидеть, что мы именно купили для щенков. И действительно, мы купили много всего, но только что было доступно здесь, в Голландии. Продолжу немножечко тему про Голландию. Здесь, в Голландии, нельзя щенков самому вакцинировать, нельзя щенков самому чипировать. Например, как в России, что ты можешь купить просто вакцинацию, пройти курсы, купить чип и спокойно заниматься чипировать и вакцинировать щенков на своё усмотрение. Здесь это делать нельзя, только может ветеринарный врач с ветеринарным образованием это делать или питомники, такие, которые крупного масштаба, так скажем, у которых очень много собак и тоже, которые проходят специальные курсы по ветеринарии, чтобы профессионально заниматься животными. Мы с животными занимаемся непрофессионально, у нас нет фермы, мы с мужем работаем на полнорабочий день. Мы именно держим шпицев просто как наше хобби, нам это нравится. Вы знаете, у нас всего три собаки, это Габи, Пепа и Зора и Моночка. Поэтому у нас абсолютно нет никакой фермы, мы не держим сотню собак. У нас всё достаточно в маленьких масштабах. Поэтому, конечно, мы не можем такими вещами заниматься, не можем иметь дома антибиотики, не можем иметь дома сильно действующих каких-то препаратов. Здесь единственное разрешается дома давать, например, мази, там глазные мази, ушные капли. И то только такие капли и мази можно купить у ветеринара по рекомендации, по совету. То есть если тебе выпишут рецепт на это, тебе такие вещи в аптеке продадут. Глистогоний щенков ты можешь сам, например, от клещей обработку проходить. Здесь два варианта. Либо если ты используешь капли. Мы капли не используем, мы используем тоже таблетки Бровекта, которые я делала на них обзор, как наши собаки на это отреагировали. И таблетки Бровекта я покупала в ветеринарной клинике. Я должна была быть там зарегистрирована. Каждая собака там должна была быть зарегистрирована. У меня все собаки зарегистрированы в клинике. Я пришла в клинику. Меня спросили тоже вес, как и что. Предупредили, что нельзя давать слишком часто таблетки. И выдали по одной таблетке на каждую собаку. Проверили также, зарегистрировали собаки на мое имя. И выдали только по одной таблетке. То есть даже впрок таблетки от клещей я взять не могу. Капли в свободном доступе. То есть капли можно купить просто в ветеринарном магазине. Так же, как таблетки от диареи, например, можно купить в обычном ветеринарном магазине. А все остальное, какие-то сильные препараты, только у ветеринарного врача. Поэтому, друзья, здесь не все так просто, как у нас там в России, да. Или в Украине, или в Беларуси. Что пошел, купил, все заполнил. Какой там паспорт, например, можно у нас покупать. Все хорошо. Нет, здесь это все регулируется. Отслеживается. Поэтому здесь у нас правила достаточно жесткие. И мы, конечно, не хотим их нарушать. Что вам еще хочу рассказать, друзья. У меня в прошлое воскресенье был день рождения. 13 июня у меня был день рождения. И ко мне должен был приехать один такой специальный подарок на мой день рождения. Но, к сожалению, ничего не получилось. Поэтому, скорее всего, на этих выходных выйдет тоже новое видео. Именно что должно было ко мне приехать. Я вам все покажу и расскажу. Пока что ничего не буду говорить. Но чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на канал. И тоже не забудьте поставить колокольчик. Тогда YouTube вам напомнит, когда будет выходить новое видео, и вы ничего не пропустите на нашем канале. Вот у нас такой малышок. И я начала замечать, что у Марсика начала темнеть мордочка. Я, в принципе, с таким, ну, как бы раньше не сталкивалась, чтобы именно у кремового чистого щенка была такая темная мордочка. Поэтому очень интересно, как он дальше будет расти и развиваться. Вот, видите, он ползает и следует кнездо. Как я уже в прошлом видео говорила, эти тряпочки, которые мы постелили, не для моно, потому что моно копает. Не для щенка. Но щенку тоже нравится. Потому что моно даже часто лежит на этих полотенчиках и тряпочках. И, наверное, там запах мамы присутствует. Поэтому щенок тоже с удовольствием по ним ползает. По этим тряпочкам. Щенок этот у нас будет на продажу. Мы его себе не сможем оставить, поскольку у нас уже есть ссора. Один мальчик. Пока что я его не выставляю активно здесь, в Голландии. Но пока немножечко подрастет. Я думаю, недельки через две можно будет уже подыскивать ему новых хозяев. Но это все должно быть потихонечку. По поводу новых хозяев и как происходит покупка щенка здесь. Голландцы могут продавать и покупать щенка. Если они покупают его внутри страны, то щенка обычно отдают в 8 недель. То есть в 6 недель делают первую прививку и в 8 недель отдают щенка новым хозяевам. Например, в России такая практика в 2 месяца. Практически никто не отдает щенков, поскольку щенки еще очень нежные. У них может появиться какие-то проблемы. За ними нужно присматривать 24 часа в сутки практически. Следить за ними, чтобы все было хорошо. Поэтому многие заводчики в России продают щенков или отдают в руки, когда ему уже 3-3,5 месяца где-то. В Голландии немножечко все по-другому, потому что в основном голландцы берут несколько недель свободно. То есть минимум где-то неделя. Из-за того, что я разговаривала с владельцами собак, когда появляется новый щенок дома, владельцы берут отпуск. Потому что здесь щенок это не просто игрушка, это действительно часть семьи. И они к нему относятся как к маленькому ребенку. То есть когда щенок появляется в доме, даже в 8 недель, они знают, что за ним нужен уход. И также заводчики тоже предупреждают, рассказывают все тонкости, как ухаживать за щенком. И владельцы забирают щенка в нежном таком возрасте. Почему тоже голландцы любят забирать щенков в таком маленьком возрасте? Они считают, что щенок тогда более благосклонен, так скажем, к своим новым хозяевам, больше будет их любить. Конечно, это не совсем правда, это миф про щенков. Потому что даже если вы купите, например, полугодовалого щенка, примерно даже до года, то щенок спокойно к вам привыкнет и будет вас любить. Потому что каждая собака любит своего хозяина. Напишите еще в комментариях, пожалуйста, друзья, если у вас есть дома собаки, в каком возрасте вы приобретали щенков и как вы относитесь к тому, что голландцы приобретают щенков в столь юном возрасте. Мне очень интересно ваше мнение знать. А если, например, я приобретаю или другие голландцы приобретают щенков из-за границы, то щенок может въехать в возрасте 15 недель. В 12 недель дается прививка от бешенства, так называемый рабиес, и потом идет 21 день карантина. Многие по этому поводу спорят. Кто-то говорит, что 30 дней должно пройти карантина, кто-то говорит, что 21 день. Да, и это и 21 день правильный, и 30 дней верно. Все зависит от страны. Если вывозь щенка именно в Голландию, то достаточно карантина в 21 день. То есть щенок может приехать начинается 15-недельного возраста. Но поскольку транспорт и дорога всегда долгая, обычно щенки приезжают где-то к 4 месяце. И у европейцев тоже с этим небольшая, так сказать, проблема, потому что они хотят купить маленького щенка, 8-недельного, тогда он такой пушистый комочек, приятный, миленький, а щенки начинают потом пырзеть, линять. И те, кто не знает про породу шпицов, что это абсолютно нормально, что щенок линяет, то они, конечно, пугаются, что щенок так выглядит некрасиво, и боятся, что он останется гадким утенком. Вот так вот, пока мы с вами разговаривали, Марсик к нам отвернулся попой, скажет, нечего к нам смотреть, а нет, уже повернулся. Вот, такой у нас красавчик, друзья. На этом, я думаю, я буду заканчивать. Не забудьте поставить лайк, подписаться, оставить свой комментарий, и ждите новых видео. Еще мне интересно, понравился ли вам такой разговорный формат, что именно я не комментирую про щенка, а рассказываю вам какие-то моменты из жизни, воспитания щенков, и, может быть, немножко про Голландию. Интересно ли вам такой формат видео. Так что, друзья, оставайтесь с нами. Всем пока!